Друзья, 18 сентября – Международный день электронной книги. Этот день отмечается с 2014 года по инициативе американской компании Overdrive, которая занимается цифровой дистрибуцией книг. Overdrive запустила Международный день электронной книги для того, чтобы популяризировать чтение книг с электронных устройств. Электронная книга имеет ряд преимуществ. Кроме компактности и легкости, она может вмещать целую библиотеку. Поэтому вы будете иметь под рукой целый ряд увлекательных миров на любой вкус и настроение. Электронные книги позволяют нам не расставаться со своими любимыми произведениями и читать их где угодно – хоть на диване в собственной гостиной, хоть в самолете. Их удобно хранить, нельзя потерять или повредить. А чтобы начать читать, достаточно лишь нажать кнопку. Использовать электронные книги можно не только для удовольствия. Чтение художественной литературы само собой, но и в силу удобства, электронные книги используют для учебы и работы. Наряду с изданием печатной книги, издательства развивают электронно-библиотечные системы. Их на данный момент достаточно много. Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина. Это общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности и русскому языку. Библиотека имеет статус Национальной библиотеки России. Включает более 300 тысяч электронных копий, печатных изданий, архивных и аудиовизуальных материалов, официальных документов, хранящихся в библиотеках, архивах и музеях России или предоставленных авторами и правообладателями. Часть документов находится в свободном доступе на портале Президентской библиотеки. Полный доступ к ресурсам осуществляется через удаленные электронные читальные залы. Виртуальный читальный зал Президентской библиотеки имени Ельцина позволяет получить доступ к коллекциям копий старинных рукописей и карт, исторических и действующих официальных документов, фотографий и фильмов, аудиозаписей, газет и журналов, диссертаций и монографий. Сервисные возможности зала позволяют сделать копию фрагмента необходимого документа, а виртуальный читальный зал находится в здании Центральной городской библиотеки, в зале электронных ресурсов. Национальная электронная библиотека – единый портал доступа к электронным ресурсам российских библиотек. Национальная электронная библиотека – это государственная информационная система, которая объединяет оцифрованные фонды российских библиотек, включая крупнейшие федеральные библиотеки – Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы и другие. Объединенные фонды Национальной электронной библиотеки насчитывают более 4 миллионов электронных копий изданий различной направленности. Это научно-образовательная литература, художественная литература, нотные издания, картографические издания, патентные документы, авторефераты и диссертации, а также периодические издания. В Национальной электронной библиотеке можно ознакомиться с тематическими подборками, составленными экспертами библиотек, посвященными различным историческим событиям, персоналиям и актуальным темам. Использование Национальной электронной библиотеки для пользователей и библиотек является бесплатным. Большую часть фондов НЭП составляют произведения, перешедшие в общественное достояние. Это произведения, доступные для просмотра, скачивания и копирования без ограничений. Использование произведений, охраняемых авторским правом, ограничено в соответствии с действующим законодательством в области авторского права. Виртуальный читальный зал находится в здании Центральной городской библиотеки в зале электронных ресурсов. Электронно-библиотечная система LINE Электронно-библиотечная система издательства LINE – это ресурс, включающий в себя электронные версии книг, ведущих издательств учебной и научной литературы, в том числе университетских издательств и электронные версии периодических изданий по различным областям знаний. Простой и удобный агрегаторский ресурс для работы и учебы. В электронно-библиотечной системе LINE всегда доступны тематические книжные коллекции по математике, информатике, физике, химии, географии, экономике и менеджменту, праву и юридическим наукам, а также социально-гуманитарным наукам, психологии, педагогике, искусствовидении, музыке, театру, художественной литературе, языкознанию и литературовидению. Также доступны журнальные коллекции в электронно-библиотечной системе LINE. Информационно-аналитическая система Public Room. Это крупнейший архив и база данных средств массовой информации с возможностью гибкого поиска по материалам за любой период времени. В архивах доступно свыше 100 миллионов документов из 15 тысяч источников, газет, журналов, информационных агентств, телеканалов, радиостанций и интернет-изданий. Более 100 тысяч новых документов поступает ежедневно. География источников охватывает все регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья. Public Room, медиапоиск и анализ. Электронная библиотека Литрес. Это самый большой библиотечный каталог современной литературы в электронном формате. Здесь представлено более 200 тысяч электронных и аудиокниг, среди которых актуальные бестселлеры и классика, а также произведения на иностранных языках. Это площадка, на которой можно узнать о выходе литературных новинок. Там публикуются тематические подборки, классика, любовные романы, фантастика и фэнтези, детективы. Проводятся конкурсы, розыгрыши, опросы об актуальных событиях в книжной среде. Здесь можно найти и новости об акциях и распродажах, пополнении каталога бесплатных книг, а также информацию о событиях из жизни авторов и издательств. Важной особенностью данного сервиса является возможность чтения книг непосредственно на мобильных устройствах. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо получить логин и пароль от личного кабинета в системе ЛитРЭС на абонементе Центральной городской библиотеки. Электронная библиотека издательского дома «Гребенников». Это русскоязычная электронная библиотека научно-практических статей. Там можно найти деловую периодическую литературу по четырем направлениям маркетинг, менеджмент, управление финансами, управление персоналом. Библиотека имеет удобный рубрикатор по 250 темам, содержит статьи, опубликованные в более чем 30 специализированных журналах издательского дома «Гребенников». Большая часть статей включена в список ВАГ Министерства образования и науки Российской Федерации. Кроме того, библиотека включает в себя коллекцию обучающих видеоматериалов по маркетингу, менеджменту, брендингу, финансам, пиар, управлению персоналом, управлению проектами и программами. Для самостоятельной работы с изданиями библиотеки «Гребенников» необходимо пройти авторизацию в зале электронных ресурсов Центральной городской библиотеки. Электронная библиотека «Иствьюм». Коллекция электронной библиотеки содержит полные тексты 166 наименований российских газет и журналов. Хронологический период с середины 90-х годов прошлого века до настоящего времени. База данных позволяет провести тематический поиск по всему массиву документов или по любому набору источников. Конкретно, что же можно найти в этой библиотеке? Библиографические базы данных, библиотечное дело и информационное обслуживание. Здесь представлены профессиональные периодические издания. Архив и текущие выпуски вестников Московского университета. В разделе «Цифровые архивы» размещены полнотекстовые электронные версии известных российских журналов «Вопросы истории», «Вопросы литературы». Также в электронной библиотеке «Иствью» представлены статистические издания России и стран СНГ. Для регистрации самостоятельной работы с полными текстами литературы необходимо пройти авторизацию в Зале электронных ресурсов Центральной городской библиотеки. Итак, благодаря быстро развивающимся технологиям у нас есть возможность массу книг не приобретать в бумажном варианте, а читать в электронном формате. Приглашаем вас присоединиться и принять участие в праздновании Международного дня электронной книги. Это достаточно просто. Надо на время отложить бумажный экземпляр и вместо него открыть книгу в цифровом формате и, разумеется, тут же начать ее читать.